Я всегда верила в то, что есть место локальному контролю при первичном метастатическом раке молочной железы. И, к моему глубокому сожалению, моя вера, она основана, знаете, на вот... Она просто вера, поэтому так и называется. Она ни на чём не основана, и, к сожалению, мой доклад будет доказывать, наверное, бессмысленность. Итак, метастатический рак молочной железы всё-таки мы различаем... Слушайте, ну вообще не очень нужно докладывать. У меня вот каждую минуту выключается. Мы различаем первичный метастатический рак молочной железы, это около 8% наших пациентов, и прогрессирование после лечения раннего или местно распространённого рака молочной железы. Причём сроки прогрессирования зависят как от предлеченности, так и в основном от молекулярно-генетического... Вот, посмотрите, пожалуйста. Да, от молекулярно-генетического подтипа рака молочной железы. И имеются данные о том, что больные с первичным метастатическим раком молочной железы живут дольше, чем аналогичные пациентки с прогрессированием после первичного лечения. Объяснялось это тем, что первичное лечение включает в себя те или иные виды системной лекарственной терапии, и, соответственно, прогрессирование болезни. Это уже некая резистентность к химиотерапии, к гормонотерапии. Ну и, соответственно, прогноз у таких пациентов гораздо хуже. Итак, улучшает ли удаление первичной опухоли? Ну вот я там не очень вижу. Я могу просто спуститься и сесть на ступенечку. Оттуда не видно. Я вчера сидела, не видно. У меня роста не хватает. Ну вот. Но времени-то у нас нет. Давайте пойдем дальше. Итак, улучшает ли удаление первичной опухоли клинические исходы при первичном метастатическом раке молочной железы? И в качестве иллюстрации я выбрала гадание на ромашке «любит-не любит», потому что, ну, к сожалению, каждое последующее исследование опровергало данные предыдущего. Итак, первая группа, часть 1, первичный метастатический рак молочной железы. Нужно ли нам проводить локальное лечение, хирургия или лучевая терапия? Ну, первичные данные касались большого количества ретроспективных исследований и анализов. Вот тогда я в это очень поверила. И подавляющее большинство этих исследований показали, что удаление первичной опухоли увеличивает в том числе и выживаемость. При этом очень интересно, что в целом ряде исследований было показано, что почему-то край резекции играет принципиальную роль. Несмотря на то, что это первично метастатический рак молочной железы, пациенты с резекцией R0 выживали лучше, чем с краем резекции с опухолевыми клетками. И этот факт, объясните, я не могу, но воспроизводится в том числе и в рандомизированных клинических исследованиях. Ну и вот только в трех исследованиях из ретроспективного анализа были получены данные о том, что первичное лечение, извините, хирургическое лечение не улучшает выживаемость при первичном метастатическом раке молочной железы. Тогда я очень поверила в эту идею, мы провели исследование, оно было проведено в рамках кандидатской диссертации, проанализированы пациенты, которые получали лечение в онкологическом научном центре, первичный диссеминированный рак молочной железы за период 10 лет. И у нас мы попытались использовать метод псевдорандомизации, сопоставить пациентов парами в случае контроль, подобрали в две группы больных, которые наряду с системной лекарственной терапией оперировались, и пациентке, которым проводилась только системная терапия, аналогичная по всем характеристикам, молекулярно-генетическому по типу, прогностическим факторам, объему метастазов, поражению и так далее. Ну и у нас получилось, что и общая выживаемость, и выживаемость без прогрессирования в случае удаления первичной опухоли улучшаются. И примерно такая же работа была чуть позже защищена в Санкт-Петербурге. И каково же было мое расстройство, когда на конгрессе АСКО, извините, на Сан-Антонио-Брест-Канцер-Симпозиуме, были доложены первые результаты рандомизированного клинического исследования по оценке роли локорегионарного контроля при первичном метастатическом раке молочной железы. Исследование было спланировано очень четко. Первоначально пациентки получали системное лечение антрациклины плюс-минус токсаны, и больные с каким-то ответом, с полным или частичным ответом, рандомизировались на добавление локорегионарного лечения и на пациенток, которые не получали локорегионарного лечения. Но при первом анализе оказалось, что локорегионарное лечение не увеличивает общую выживаемость. Увеличивалась выживаемость без локального прогрессирования, это левые кривые, но, к сожалению, одновременно, значительно, статистически значимо, достоверно ухудшилась выживаемость без отдаленных метастазов. Причем увеличение риска выявления отдаленных метастазов составило 42%. Но исследование было индийским, возник вопрос о доступности к системной терапии. Нет, вы видите разделение на молекулярно-генетические подтипы. И я сразу анонсирую, новые результаты, обновленные результаты этого исследования были доложены в 2022 году. Но пока что мы узнали, что ухудшается без метастатической выживаемости, и я на тот момент очень расстроилась. Но тут наступил 2015 год, и мы получили анализ базы данных СИАР, опять-таки, улучшает ли удаление первичной опухоли клинические исходы при первичном метастатическом раке молочной железы. На основании анализа 21 372 пациенток с исходной четвертой стадии рака молочной железы были сделаны два вывода. Первый вывод, что общая выживаемость пациенток с первичным метастатическим раком молочной железы увеличивается в зависимости от временной когорты до 1-88-2001 год, 2-2007-2011. Мы видим, что увеличивается в любой группе. И второе, есть вероятность того, что оперативное лечение улучшает отдаленные исходы. По крайней мере, вероятность прожить более 10 лет была выше у оперированных пациенток в 2,8 раза, а многофакторный анализ показал, что выигрыш от операции имели пациентки с положительными гормональными рецепторами относительно более молодого возраста. Но тут наступил 2016 год, и на конгрессе АСКО были представлены результаты рандомизированного исследования по сравнению операции с системным лечением против системного лечения, 274 пациентки, хорошее медианое наблюдение, 40 месяцев. Общая выживаемость здесь численно была на 36 месяцев в группе оперированных больных выше, составила 60% по сравнению с 51% без операции. Напомню, это рандомизированные исследования. И выигрыш от операции имели пациентки с положительными гормональными рецепторами, отрицательным HER2 статусом до 55 лет с метастазами только в кости. То есть это пациентки, которые, в принципе, имеют относительно благоприятный прогноз и могут рассчитывать на длительную выживаемость. Вот так выглядят данные этого исследования. Мы видим увеличение выживаемости и подгрупповой анализ, который дает нам очень важную информацию, потому что однозначно проигрывают от выполнения оперативного вмешательства пациентки с положительными, извините, с отрицательными гормональными рецепторами и пациентки в результате с тройным негативным раком молочной железы с множественными метастазами в легких и в печени. То есть большая распространенность процесса и отрицательные гормональные рецепторы – это повод для того, чтобы не предлагать пациентке оперативного лечения, потому что она проигрывает от этой опции. Но время идет дальше, и мы видим довольно крупное исследование, публикацию крупного исследования по HER2-позитивному первичному метастатическому рецидивному раку молочной железы. Это многоцентровое ретроспективное когортное исследование, куда включено было более 400 пациенток. И очень интересно, что при HER2-позитивном раке молочной железы не было различия между первичным метастатическим раком молочной железы и рецидивом. Помните, вначале я сказала, что вроде рецидивы, больные с рецидивами рака живут меньше, но в этом исследовании выживаемость и беспрогрессирование болезни общей была одинаковая, поэтому анализ влияния операции на выживаемость оценивался во всей когорте. Ну и оказалось, что в оперированной когорте зарегистрированы преимущества выживаемости беспрогрессирования болезни общей выживаемости, но напомню, что это не рандомизированное, а когортное исследование. Следующее исследование – попытка рандомизации. И на самом деле, Альмус, планированное было с сегодняшних позиций, мы уже понимаем неправильно. Это уже 2018 год, журнал аналог хирургии, хирурги все-таки не оставляют эту мысль, и они рандомизировали пациенток на первом этапе. Вы помните, что онкологи сначала лечили, отбирали больных, которые отвечают на лечение, и потом рандомизировали, и вроде какие-то хотя бы проблески были. То здесь рандомизировались на первом этапе, мы видим, что нет никаких преимуществ выживаемости, исследование-то было остановлено из-за плохого набора, и, собственно говоря, других данных каких-то обновленных по этому исследованию нет. В 2018 году опять-таки выходит метаанализ, куда было включено 714 пациенток из трех рандомизированных клинических исследований, их 67 272 пациентки из 30 наблюдательных исследований, в которых оценивалось влияние удаления первичной опухоли на выживаемость при первичном метастатическом раке молочной железы. Оказалось, что ключевую роль выигрыша от этой опции играет негативный край резекции, опять повторю, я не могу это объяснить никаким образом, у пациенток есть метастазы отдалённые, и число метастатических очагов, и объём поражения органов и систем. Но, в принципе, отмечена тенденция к улучшению показателей выживаемости, в том числе и у больных с эсцеральными метастазами, при добавлении локальной терапии. Поэтому авторы метаанализа, это крупнейший метаанализ, делают вывод о том, что удаление первичной опухоли не должно быть частью рутинной клинической практики при четвёртой стадии рака молочной железы, но может выполняться у отдельных пациенток и может быть полезно при ограниченном времени опухоли и чистом крае резекции. Но времени стоит на месте 2020 год, Конгресс АСКО, и докладываются результаты прекрасного рандомизированного исследования, куда включались пациентки с первичным метастатическим раком молочной железы, которые получали на первом этапе оптимальную системную терапию и не прогрессировали в течение 4-8 месяцев от начала этой терапии. Они рандомизировались на продолжение только системной терапии или раннюю локальную терапию с продолжением, опять-таки, системной терапии, с наблюдением в течение 5 лет. И я опять, как и, собственно, все предыдущие случаи встречи с результатами рандомизированных клинических исследований, очень расстраиваюсь, потому что, к сожалению, нет улучшения ни выживаемости без прогрессирования, ни общей выживаемости у больных оперированной когорты, а есть снижение риска только локорегионарного прогрессирования. Ну, собственно говоря, при локорегионарном прогрессировании, при возникновении каких-то осложнений у нас всегда есть опции, например, сануционной мастектомии или лучевой терапии. При этом, к счастью, нет снижения качества жизни, уже исследования проводятся по современным стандартам, операция не ухудшает качество жизни, и впервые анализируется выигрыш общей выживаемости или отсутствия выигрыша в зависимости от подтипа рака молочной железы. Группа тройного негативного рака молочной железы очень маленькая, тем не менее, очень важная информация, в этой группе оперативное лечение, удаление первичной опухоли ухудшает общую выживаемость. Но я для себя это объяснила необходимостью перерыва, наверное, в системном лечении, которое мы должны выполнить, потому что тройной негативный рак молочной железы – это химиотерапия, но и воспроизводятся результаты предыдущего подгруппового анализа, когда тенденция к проигрышу была зарегистрирована у больных как раз с отрицательными гормональными рецепторами. Таким образом, у нас уже складывается понимание о том, в каком случае можно думать об удалении первичной опухоли, в каком случае нельзя. Локальное лечение при первичном метастатическом раке молочной железы заключается не только в хирургии, но и в лучевой терапии, и в комбинации этих методов, и вот анализ базы данных СИАР 2020 года, опять мы идем вперед, показал, что с течением времени предпочтения онкологов и хирургов и лучевых терапевтов меняются, стратегия местного лечения является независимым прогрессивным, независимым прогностическим фактором, связанным с бессобытийной выживаемостью, увеличивается доля пациента, которые, несмотря на первичный метастатический рак молочной железы, вы видите, синхронными метастазами, получают комплексное лечение, оперативную и лучевую терапию, и уменьшается количество больных, которые получают только лучевую терапию или только операцию, и оказывается, что по сравнению с только хирургией, только лучевая терапия связана с более низкой, с худшей бессобытийной выживаемостью, а дополнительная лучевая терапия после операции улучшает бессобытийную выживаемость. Мы вспоминаем про необходимость выполнения резекции R0, значение края резекции, которое, опять-таки, я теоретически объяснить не могу, но которое воспроизводится. Итак, если мы решаем лечить, все-таки удалять первичную опухоль, мы делаем это по правилам лечения первичной пациентки. Ну и делается попытка создания анализа базы данных CR и построения номограммы для того, чтобы персонализировать прогноз у конкретной пациентки и выяснить, будет ли она иметь выигрыш от локорегионарного хирургического лечения или нет. Ну, вы знаете, я честно попыталась заполнить эту номограмму, но до серединки дошла и бросила это дело, потому что там огромное количество параметров. В общем, вряд ли в реальной клинической практике мы будем пользоваться этими номограммами. Следующий анализ АСКО локальное лечение при первичном метастатическом раке молочной железы улучшает выживаемость пациенток, ответивших на системную терапию. Эти данные были получены в наблюдательном исследовании и авторы исследования сразу же исключили из анализа пациенток, которые умерли в течение 6 месяцев от постановки диагноза. То есть, опять-таки, подбирается группа пациенток, ответивших, или, по крайней мере, не прогрессирующих на системной терапии, анализ национальной базы данных, системной терапии, плюс-минус операции, это хирургии, аналог хирургической онкологии. Вот так шел отбор пациенток, анализ, очень многоступенчатый отбор, с подбором пар пациентки были разделены на 3 группы. Оказалось, что, в зависимости от определенных характеристик, оказалось, что все имели выигрыш от хирургии. Но, опять-таки, это не рандомизированное клиническое исследование. Первым рандомизированным клиническим исследованием, о нем говорили, было исследование, доложенное в 2013 году, индийское исследование, куда отбирались пациентки, ответившие на химиотерапию первоначально. И вот наступает, мы помним, что там был проигрыш без метастатической выживаемости, и наступает 2022 год, Конгресс ЭСМО, когда авторы этого исследования обновляют результаты и говорят нам о результатах долгосрочного наблюдения. Итак, долгосрочное наблюдение за пациентками, включенными в классическое рандомизированное исследование хорошего качества, подтвердило отсутствие выигрыша в общей выживаемости от локальной терапии пациенток с метастатическим раком молочной железы. Но наблюдался значительно более, но не было и проигрыша, наблюдался значительно более высокий уровень локорегионарного контроля, а проигрыш без метастатической выживаемости в группе локальной терапии при первом анализе, при 30-месячном наблюдении, исчез при наблюдении в течение 100 месяцев. То есть, по крайней мере, без метастатической выживаемости локальная терапия не ухудшает, а идеи локальной терапии живут и побеждают, потому что это наблюдательное исследование из Нидерландов, опять-таки представленное в 1922 году, которое в качестве наблюдательного исследования говорит нам о двойном выигрыше в показателях выживаемости пациенток, которые подверглись локальному лечению. Олигометастатический рак молочной железы улучшает ли удаление метастазов клинические исходы? Это вторая большая группа, так сказать, вопросов. У меня звучала тема, как локальное лечение при метастатическом раке молочной железы. Ну и, соответственно, за последние годы сформировалась концепция олигометастатического рака молочной железы. И возник вопрос, нужно ли проводить локальное лечение, хирургию или лучевую терапию метастазов. К сожалению, онкологи тут не первые. Самая хорошая, самая глубокая характеристика олигометастатической болезни, термины и определения, у меня, к сожалению, нет времени всё это прочитать, были даны специалистами Астра-Эстра и выделена группа олигометастазов Денова или синхронных олигометастазов, индуцированных олигометастазов, олиго-рецидив и олиго-прогрессия. Несколько категорий. Большое количество ретроспективных, только ретроспективных исследований при олигометастатическом раке были проведены, в том числе и рак молочной железы. Оценивалась эффективность локального лечения очень редко при олигометастатическом раке молочной железы. Таких исследований было немного. И оказалось, что прогноз определяется локализацией метастазов, а проспективное исследование по роли лучевой терапии при олигометастатическом раке молочной железы показало, что выигрыш имеют больные с метастазами в кости по сравнению с остальными. Вы видите, количество больных в этой группе всего 12 человек. Ну и авторы пишут о том, что дальнейшие исследования помогут идентифицировать пациентов с метастатическим раком молочной железы, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от лучевой терапии, направленной на метастазы. Ну и, к сожалению, да. Но, к сожалению, в этих исследованиях была зарегистрирована пятая степень, в том числе пятая степень токсичности, связанная со стереотоксической лучевой терапией по поводу олигометастатического рака. Это данные 2020 года, рандомизированные исследования, обсуждались в том числе и на АСКО. Поэтому, в общем, не надо забывать, что эти методики не так безобидны. Ну и, наконец, наступает 22-й год, конгресс АСКО последний, и на нем представляются результаты рандомизированного клинического исследования. Включались туда пациентки с олигометастатическим раком молочной железы. Оценивалась роль локорегионарного контроля до 4, включая 4 метастаза, можно было иметь. И до 12 месяцев системной терапии необходимо было проводить без прогрессирования болезни, рандомизации, соответственно, на добавление локорегионарного лечения или без него. Ну и опять к моему глубокому сожалению в рандомизированном исследовании я должна сказать о том, что нет увеличения выживаемости без прогрессирования болезни. Была идея, что увеличится время до возникновения новых метастазов. Опять-таки, темпы до скорости возникновения выявления новых метастазов были абсолютно одинаковые. Локальное лечение, радикальное лечение олигометастазов никак на это не влияло. Нет улучшения общей выживаемости и продемонстрировано ухудшение общей выживаемости в группе тройного негативного рака молочной железы. При этом ухудшение общей выживаемости достигло впечатляющей цифры. Мне кажется, это очень важно. Тройной негативный рак молочной железы не та клиническая ситуация, где нужно идти по такому пути. Таким образом, я уже перехожу к заключению. Должна сказать, что раннее локальное лечение при первичном метастатическом раке молочной железы не улучшает выживаемость. Полученные на сегодняшний день данные не позволяют предлагать пациентке удаление первичной опухоли в качестве подхода, который доказанно увеличивает продолжительность жизни. Однако локальное лечение может рассматриваться в случае хорошего контроля метастазов в результате проведенного системного лечения. При олигометастатической болезни локальные виды терапии, хирургия или лучевая терапия также могут рассматриваться. Исследования в этой области с персонализацией по подтипу продолжаются в фокусе внимания продолжающихся исследований люминальной HER2-негативной и HER2-позитивной подтипы рака молочной железы с длительным, более 6 месяцев, контролем олигометастатической болезни. Ну и, безусловно, пациенты с тройным негативным раком молочной железы на сегодняшний день для этих подходов лечебных рассматривать мы не должны. Благодарю за внимание.